дорогие все кто смотрит наши ролики и любители боевых искусств и практикующие боевые искусства я от всего сердца поздравляю всех с наступающим новым 2023 годом и вам всем желаю здоровья миром мирного неба над головой и благополучия успеха в ваших домах ваших семьях спасибо большое так как я не громко говорю можно два шага вперед сделать я кромкой могу спасибо я так как представитель шатагана хотел бы говорить о школе шатаган немножко наверное тема такая что шатаган это дистанция полтора-два метра везде во всех базовых школах всех системах но я хотел бы сегодня привить то что шабакан шабакан это окинавская школа вышла из окинавской системы и очень большое количество техник в шабакане это ближний бой очень большое количество вот сегодня хотел бы об этом сказать но перед происходит что происходит некое переосмысление боевой системой каратэ в боевой системе каратэ произошло некое переосмысление на средних и дальних дистанциях первое переосмысление скажем скоростных качеств также и ближнего боя положение рук стойки угол перехода все это со временем происходило некое переосмысление изменение такой парадигмы произошло поэтому шабакан стал меняться стремительно разрыв происходил это все вот это эволюционный процесс какой подошел я бы хотел вернуться вот к тем истокам откуда все это возникло обратите внимание что пока никто знает карта шабакан там очень много техник ближнего боя очень много но мы абсолютно их не видим в поединке они как будто для нас стали неким легендой мифами в который мы почему-то не хотим вернуться туда хотя корень шатакана это окинава родину сердце мастер фунакоши обучался боевым искусством на окинаве он это принес в японию япония что сделала хорошо ли мы не я не критик но то и произошло потихоньку потихоньку то что мы сегодня я бы хотел сказать следующее что конечно если здесь много принципов я их не буду рада связи с регламентом я не буду их раскрывать чтобы успеть еще могли бы подвигаться но мастер фунакоши хорошую вещь сказал мне нравится свое выражение ученик практикует стойки обязательные стойки в кота но продвинутый мастер продвинутый ученик уже сдвигается и стоит в свободных стойках он не принципиальный скажем если человек использует санчин дачи кто-то использует некуаши дачи можно ставить мото дачи кому-то уже свободная позиция для специалистов для мастеров но кота он строго требует следовать по адрике чтобы формирование было то есть человек должен формироваться в такой вот базе чтобы ему вырасти потом уже творить как художник он потом будет пока ему не стоит даже голову себе сбивать то что он творец какой-то следует всем этим основным и основным жаль что у нас люди никак не могут уйти с этой парадигмы они также и принципиально смотрят кисть неправильно так должна быть так должна быть но для мастеров это уже становится вторичным это азбука которая остается на уровне учеников положение рук интересно позиции рук позиции рук я для себя увидел что там есть две роли позиции есть первая позиция это мертвые руки я так в кавычках я возьму которые не успевают скажем так они не успевают там опаздывают и так далее первое следующее интересно то что человек может очень хорошо ориентироваться в пространстве и сигналы мозга которые поступают у него в мышцы в сухожилия в суставы и чем сильнее они поступают чем мощнее поступают тем он быстрее их исполняет до такой степени что если мастер конечно может это все сделать закрытыми глазами он может закрытыми глазами все это делать значит сигналы мозга очень сильно ему не нужно очень внимательно смотреть думать ну к слову к примеру когда если каждому из нас дать ручку закрыть глаза или свет выключить мы в темноте берем ручку и можем свое имя написать не видя ничего потому что сигналы мозга поступают очень хорошо точно четко мы можем писать буквы и мы не пишем в одном месте мы двигаемся мы напишем это слово фамилиями потому что есть это вот ощущение чувства пространства своего тела ощущение пространство мышц сухожилия которая передает им это то же самое в каратэ когда у тебя очень сильные сигналы ты можешь смотреть можешь не смотреть ну конечно лучше начальник видеть ты ощущение угла угла зрения у тебя очень хорошо развить очень хорошо зрение ты только ощущение у меня тело очень высокое доходит этот час если допустим у кого-то что-то не получается в поединке в комбинации если не получается у него скорости или в дистанции не вышло знаете что вам нужно в этом случае действует решительно и уверенно если это вы делаете то у вас все получится поэтому не переживайте о том что вы дистанцию не вписались если вы ты чуть там не успеете если у тебя принцип решительность и это то ты сделаешь с этим нельзя вам расставаться этой мыслью нельзя расставаться тогда у меня бывает да такое что я в дистанцию не вписался но ощущение уверенности и решительности у меня все выравнивают а что могу еще добавить здесь такой подготовки своему теории что комбинации все движения которые буду бунгай да скажем бунгай он обычно рассчитан в каратэ шутокан но не только шутокан бунгай он рассчитан не для партнера бунгай он рассчитан для врага поэтому когда мы используем бунгай он достаточно жесткий и ментально он предназначен перед вами стоит враг там нет такого и ушел это состояние немножко другое отношение поэтому бунгай и вката они достаточно должны быть практичны и вот мне очень внимательно смотрю как николай сам делает бунгай и вката они очень просто разрывающие суставы сворачивающие суставы это вот то что вот я считаю точно передача именно бунгай отношения что-то не партнер это враг и теперь я хотел бы пригласить мне помощь в шутокане в шутокане есть бунгай некоторые техники которые я для себя видел в базовой форме базовая форма вы узнаете кто знает как вы узнаете что из ката я взял техники из ката чтобы они жили потому что в шутокане они не берутся почему-то обычно шутокане берутся длинные дистанции длины разрывы я не видел что я ничего не видел этого в кота, этого в кота нет у нас, нет такого в кота, в кота совсем другое, вот теперь я покажу то, что есть в кота, возьмем, допустим, джонанский, это вы знаете, вы знаете, да, усу, водящий хор, и допустим, можно использовать также, и вот мне понравилось движение еще вот этим суставом, это все идет, дальше, скажем, вторая форма, то, что есть в шотокане, то, что я беру из кота и демонстрирую уже в паре, потому что мы не практикуем то, что в кота находится, мы не делаем, что пока мы не делаем, хотя можно еще в голову, то, что сегодня мы все правильно заметили, круговое действие, и удар, сюда, вот, два, три, и сюда, почему я не делаю, как спортивный, потому что это не спортивный подход, не спортивный подход, вот сюда, сюда, это есть тоже, и это карта Годжи Шхо Шоп, Годжи Шхо Шоп, еще Чудан, да, Дальше Майгери, и Майгер. Эти все техники мы не делаем, хотя они в кота есть. Я практиковать начал несколько минут назад, чтобы вернуться к тем знаниям, которые были, и по той или иной причине они не вошли в систему, а вы знаете, что школа Шатукана, она в основном привязана к аттестации. Вот все, что есть в аттестации, то и отрабатывают дети комбинационно, и в основном. Некоторые объясняют, мне понравилось еще, что на Коши есть такое объяснение, когда Канку Дай, Канку Дай используют как движение такое. Сегодня показывают, да, Дмитрий показывает движение. Понравилось. А вот, давайте сейчас сразу перейду к просьбе. Сделаем две комбинации, я думаю, успею по своему времени. Следующая дверь, я думаю, не меньше, 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 меньше. И дальше идем, переборщикен, переборщикен, переборщикен. Это первая, заборщикен, а вторая, нет, джону. Ваня, еще раз первую покажите, как это. Первую. Назад, вперед. Борщикенка. Ката, это смотрится, это делается медленно. Ката, выход руки, выход руки, знак вашей датчик. И потом уже, это первое и второе. Шаг назад, шаг назад, шаг назад, шаг назад, шаг назад и перевод сюда. Отсюда удар. Шаг назад, шаг назад, шаг назад. Накинай, он называется Таурагучи, постигра. Таурагучи. Шаг. Два комбинации достаточно. Дальше мы будем идти. Чудан, моя верность, не нужно. По времени, это отдельный процесс. Следующий попробуем. Закончил нашу мысль о том, что сами по себе блоки, они не имеют, это не является главным в поединке. Сам блок, только блок, он не является главным в поединке без перемещения. Если вы перемещаетесь, блок живет. Если вы не перемещаетесь, блок не работает. Здесь очень важно именно понять, что это вместе, в связи с этим. Вы сам по себе, если вы переместились, блок работает. Не переместились, блок не работает. В любой форме. Если я перемещаюсь, я парирую. Поэтому практикуйте блоки исключительно в перемещениях. Хотя, я вам скажу, что можно и без блока, если вы хорошо перемещаетесь. Можно, но наоборот, нельзя. Наоборот, не получится. Все, спасибо большое. Спасибо.